МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первые карагандинские новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Полным ходом идет строительство патронного завода. В областном Акимате обсудили реализацию проектов в рамках свободной экономической зоны Сарарка. Есть посадка. В Карагандинской области совершил успешную посадку спускаемый аппарат космического корабля Союз ТМА-20М с экипажем на борту. Полный отказ от ядерных испытаний. Известный карагандинский художник и активист Карибек Куюпов принял участие в международной конференции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Строительство первого в Казахстане патронного завода идет полным ходом. В проект инвестировано более 22 миллиардов тенге. На предприятии будут созданы 164 новых рабочих мест. К тому же в регионе завершается строительство завода по выпуску огнеупоров. Появится 50 вакансий. Об этих и других объектах специальной экономической зоны Сарарка рассказали на совещании в областном Акимате. Строительство патронного завода началось еще весной. Старт строительству дал министр обороны и Манголит Асмагомбетов. Предприятие будет входить в состав специальной экономической зоны Сарарка. Чиновники рассказали, что территория СЭС располагает всеми инженерными коммуникациями, автомобильным и железнодорожным транспортом. Это позволит вывозить продукцию на склады вооружения в любой регион Казахстана. На сегодняшний день статус участников СЭС имеют 9 компаний. Инвесторами, как было рассказано, было вложено более 17,1 миллиардов тенге прямых инвестиций, а дача, которая составляет порядка 66 ти на 1 тенге вложенных средств. Строительство инфраструктуры СЭС. За 7 месяцев текущего года уже произведено продукцию четырьмя действующими предприятиями на общую сумму 8,1 миллиардов тенге. Общая площадь застройки составляет более 26 тысяч квадратных метров. Завод планируется запустить в декабре 2017 года. Ожидается, что патронный завод будет выплачивать как минимум свыше 680 миллионов тенге налогов в год бюджет региона. Оборудование по производству патронов будет поставлять канадская компания, а вот завод огнеупоров уже почти готов. Строительство завершено на 90%. По состоянию на 1 сентября текущего года по строительству объекта инфраструктуры освоено 22,9 миллиарда тенге или 90,8% от выделенных средств. На сегодняшний день уже завершено строительство системы энергообеспечения железной дороги и железнодорожной станции, автомобильных дорог, административных центров, пожарных депо, сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Также на завершающей стадии находится проект по производству уличных светодиодных светильников. В завод «Эколампа» инвестировано 132 миллиона тенге. Будут созданы 10 новых рабочих мест. Все проекты разрабатываются на территории специальной экономической зоны Цароарка. Общая площадь СЭС составляет 595 гектаров. Под инвестиционные проекты отведено 462 гектара. Глава региона отметил значимость развития СЭС для Карагандинской области. Это один из таких важных показателей, по которым оценивается наша совместная работа в нынешних непростых экономических условиях. Приоритетными видами деятельности на территории СЭС являются производство продукции металлургической промышленности, готовых металлических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, трейлеров, полуприцепов, компьютеров, электронной и оптической продукции, электрического оборудования. Также в Сароарка выпускается продукция химической промышленности, резиновых пластмассовых изделий и строительные материалы. На территории СЭС трудятся 554 человек. Ревизионная комиссия Карагандинской области отметила пятилетие. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков отметил, что ревизионные комиссии стали полноценными структурами, стоящими на страже использования бюджетных средств. Лариса Хусаинова с подробностями. На протяжении пяти лет над государственным бюджетом идет четкий контроль. А все это благодаря ревизионной комиссии. В своем поздравительном слове Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков подчеркнул, что работники ревизионной комиссии реализуют одну из важнейших задач. Проводят аудит эффективности планирования и исполнения местного бюджета. С момента образования комиссии проделана большая работа по повышению эффективности их деятельности и усилению роли в системе государственного управления. Чтобы отвечать вызовам времени и эффективно выполнять возможные функции, любой государственный вопрос должен совершенствовать свою деятельность, применять новые методы работы, как говорится, не стоять на одном месте. Независимые ревизионные комиссии появились после подписания президентом страны указа о совершенствовании органов внешнего государственного финансового контроля в регионах. По становлению Макимата Карагандинской области 6 сентября 2011 года в форме государственного учреждения была создана ревизионная комиссия по Карагандинской области. Председатель ревизионной комиссии Серик Утешев отметил, что эффективная реализация стоящих перед ревизионной комиссией задач настигается благодаря профессионализму специалистов. Собрание прошло в торжественной атмосфере. В свой первый юбилей комиссия провела церемонию награждения лучших сотрудников. Отличившиеся работники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Терекидзе, 1-й Карагандинский. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-20М» с тремя членами экипажа МКС успешно приземлился в Казахстане. На борту корабля члены экипажа и участники 47-й и 48-й длительных экспедиций на МКС. Космонавты «Роскосмос» Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт НАСА Джеффи Уильямс. На гостеприимной Карагандинской земле космонавтов приветствовал первый заместитель Акима области Солбек Десибаев. В 3 часа 51 минуту транспортный корабль «Союз ТМА-20М» с экипажем на борту успешно отстыковался от МКС. Так закончилась 47-я и 48-я длительные экспедиции. Спускаемый аппарат с космонавтами «Роскосмоса» Алексеем Овчининым, Олегом Скрипочкой и астронавтом НАСА Джеффи Уильямсом совершил посадку в заданном районе Карагандинской области в 07 часов 14 минут по времени Астаны, в 148 километрах юго-восточнее же Сказгана. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. С корабля космонавта встретил первый заместитель Акима области Аслабек Дусибаев. После первичного медицинского осмотра космонавты отправились в аэропорт, а там местные власти поздравили их с успешным приземлением и по традиции подарили космонавтам Чапаны. От всех жителей Карагандинской области и от себя лично разрешите поздравить вас с успешным завершением космического полета, с благополучным приземлением на Землю, пожелать вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей деятельности. Экипаж корабля «Союз ТМА-20М» находился в составе МКС 19 марта. За это время космонавты выполнили программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживали работоспособность МКС и проводили работы по дооснащению станции оборудования. Для космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина это был первый полет. Несмотря на это он себя хорошо чувствует и с радостью отвечал на вопросы журналистов. спускаемого парадного затея еще 10 тысяч метров наблюдали связь своим временем. Поэтому от души поздравляю вас и по устоявшей традиции вручаю от Росавиации небольшие вам подарки. Данный полет завершил эксплуатацию космических кораблей «Союз» серии «ТМА-М». Им на смену пришли пилотируемые корабли серии «МС». Старт «Союза» «МС-02» новой серии запланирован на 23 сентября с космодрома Байконур. До прихода следующего «Союза» космическую вахту будут нести российский космонавт Анатолий Иванишин, японец Такоя Ониши и американский астронавт Кэтлин Рубинс. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В Балхаше водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, ее маму. В результате ДТП ребенок впал в кому, а у матери девочки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый осколочный перелом правой колени, ушибы и ссадины. Школьница и ее мама попали под колеса БМВ на улице Кадыржанова в Балхаше, когда переходили регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Водителем БМВ оказался 25-летний мужчина. Как произошла авария, парень объяснить не смог, однако своей вины водитель не отрицал. Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу Балхаша. Девочку положили в реанимацию в состоянии комы. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга. У женщины на момент поступления была сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый оскольчатый перелом правой голени. Завтра врачами планируется операцию делать на голень. Планируем, что после операции она еще пролежит дней 7. Также в пресс-службе управления здравоохранения добавили, что девочка вышла из комы. Возможно, вскоре ее выпишут. Однако ей придется еще долго наблюдаться у невропатолога. Сейчас мать и дочка находятся в соседних палатах. За ними ухаживает глава семьи. По его словам, виновник ДТП каждый день навещает пострадавших. Он всячески пытается оказать материальную и моральную помощь. Хочет примириться с потерпевшими. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция. Назначены экспертизы. Аям Амрина Александр Цирикидзе. Первый. Карагандинский. Известный карагандинский художник Карибек Куюпов награжден орденом Курмет. Высокую награду ему вручил глава государства на международной конференции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Куюков Карибек Толтаевич родился 18 июля 1968 года в селе Егендебулак Карагандинской области. Является инвалидом первой группы. Он один из пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне. Несмотря на врожденную особенность, Карибек Куюков никогда не видел в этом проблем для себя. Закончил школу и вуз, в жизни состоялся как бухгалтер. Был активистом движения Невада Семипалатинкс, за участие в котором он был удостоен ордена Курмет. В 2013 году после создания международного проекта «Атом» Карибек Куюков стал его почетным послом. В настоящее время мужчина известный художник. Его работы в прямом смысле слова написаны без рук. Кисть художник держит губами, а палитру – ногой. О маленьком человеке с большим сердцем и добрыми глазами знают далеко за пределами Казахстана. Его многочисленные регалии достойны похвалы, а жизненный путь – пример для тех, кто сегодня не выдерживает тяготы бытия. Каждой своей картиной он доказывает, что сила мысли и желания могут перевернуть мир. Карагандинские власти помогли Карибеку Куюкову попасть на международную конференцию в Астане. Художник считает это достойным знаком внимания. Проходила выставка моих картин, работ, так как у меня есть очень много работ, которые на ядерную тему. У меня есть серия портретов тех жертв, которые пострадали, которые сейчас в данный момент живут на Симпалацинском полигоне, возле Симпалацинского полигона. После конференции большая делегация была, ездила в Симпалацинск, ездили в Курчатов, ездили на саму территорию полигона. И иностранцы, конечно, имеют большой интерес, до сих пор японцы часто ездят. На сегодняшний день Карибеку Куюкову 48 лет, живет он один. Все свое время посвящает творчеству, помогает по хозяйству родная племянница. На жизнь художник не жалуется. Его девиз – держись зубами за жизнь. Это и помогает Карибеку Толтаевичу. По жизни мне, я стараюсь идти, я стараюсь жить как обычные все люди. И всегда всем говорю, что надо стараться, надо идти к своей цели. Человек будет жить только тогда, когда он этого хочет. И поэтому я благодарен всем тем людям. И благодарен, в частности, Акимату, Акиму нашего города, то, что они оказали мне финансовую поддержку. Сейчас Карибеку Куюков призывает всех выступить против ядерного оружия и прилагает для этого немало усилий. В очередной раз рассказать о судьбе Карибека Куюкова значит еще раз напомнить миру о том, что поднимающийся в небо ужасающий радиоактивный грипп несет в себе миллионы сломанных судеб и катастрофические удары по всему живому на планете. Асельство Замбаева, Жаксылык Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В предстоящую субботу карагандинский боксер Геннадий Головкин проведет бой с британцем Кэллом Бруком. В полночь поединок покажут в прямом эфире республиканские телеканалы. А во вторник в Лондоне Геннадий Головкин провел открытую тренировку на улице. Предстоящий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и британца Кэлла Брука уже приковал внимание всей мировой спортивной общественности. Именно поэтому на открытую тренировку Геннадия на одной из улиц Лондона пришли посмотреть толпы зрителей. На одной из пресс-конференций в Нью-Йорке Геннадий заявил, что Кэлл Брук хороший боец, очень сильный, лучший в своем дивизионе. Предстоящий бой для себя он назвал большой проверкой. Промоутер Головкина Том Лефлер на пресс-конференции заявил, что Геннадий всегда готов на 100%. Он сконцентрирован на каждом бое и никогда не недооценивает соперника. Добрый день всем. Я рад вернуться в Нью-Йорк. Предстоящий сентябрь будет иметь для меня большое значение. Когда мой промоутер сообщил о том, что будет бой с Кэллом Бруком, это стало для меня большой новостью, потому что я знаю этого парня. Он очень хороший боец, очень сильный, лучший в своем дивизионе. Это самая большая проверка для меня и самый громкий бой. Так что смотрите его по телевизору. Поддержку в предстоящем поединке Геннадию высказали многие известные казахстанцы. К примеру, певица Диана Шарапова выпустила клип в поддержку казахстанского боксера. В клипе приняли участие спортсмены, представлявшие Казахстан на Олимпиаде в Рио. Во время съемок сама Диана бегала кроссы, отрабатывала удары на лапах, выполняла упражнение со скакалкой и молотом. Напомним, бой Головкин-Брук состоится уже 10 сентября в Лондоне на 20-тысячной арене О2. В прямом эфире его покажут республиканские телеканалы. Начало трансляции в 23 часа по времени Астаны. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Увидимся в эфире Первого Карагандинского. Аман Сау Волонстар. Редактор субтитров А.Семкин